Бизнес-двигатель экономики. Именно поэтому в этой программе мы рассказываем об успешных предпринимателях. Их поддержка для правительства республики – приоритетная задача. Ведь каждый бизнес-проект – это рабочие места и налоги в бюджет. Героем очередного выпуска наша съемочная группа приехала в Канаш. Более 20% жителей Канаша – татары. Но только полгода назад в городе появилось кафе «Национальная кухня для мусульман». Это бизнес-инициатива Райсы Тухвитуловой и ее мужа. Оба индивидуальные предприниматели. Раньше супруги продавали халяльное мясо, но решили пойти дальше и открыть свое дело. Мы, мусульманы, хотели именно мусульманское кафе, традиционное. Потому что по городу Канаша нет такого кафе. Я сама придерживаюсь этой веры. И муж тоже, и семья у меня, и дети все придерживаются этой веры. У меня все без спиртного. И в магазине спиртное нет. Все таким обидчивым и все придерживаемся. И куревы, и сигареты, ничего нет. Ну, вырышка все-таки идет. Да. От пельменей, юфахаш до пончиков-баурсаков. Успех любого кафе зависит от разнообразия меню, говорит Райса. Мы производим пироги, пельмени, котлеты, глупцы. Все нашего производства. И сами закалываем мясо по мусульманскому традиции. И сделаем из этого полупабрикаты. Хотим вот тоже детское. Приходят люди. Не то, что мусульмане ходят, и русские ходят. Очень нравятся им. Нравятся наши пироги. Второе, первое блюдо. Я готовлю пироги только. Картошка, мясо, капуста, мясо, лук, яйцо, капуста с яйцом. Кубаде у нас национальные блюда. У нас идет курага, чернослив, лимон. Трехслойный мы называем. Очень у нас хорошо идет яблоко с лимоном. У нас двухслойный хорошо идет. В основном все пироги у нас хорошо идут. Бекосцевой готовим. Блины татарские готовим. Дрожжевые, бездрожжевые готовим. Часто за плиту встает и сама Райса. В семейном бизнесе приходится быть универсалом. Да, она трудят нас. Она все сама начинала. В основном сама здесь работает у меня с восьми до восьми. Есть у меня повара, рабочие люди, которые создали рабочим место работать. Помогают тоже с финансами, сын тоже помогает. И так в рабочем, и по бухгалтерии. Чтобы оборудовать кухню профессиональной техникой, предприниматели обратились за господдержкой. А селить затраты бизнесменам помогли в региональном филиале АПМБ. Необходимо было нам вот эти печи, вот эти плиты. Приобрести аббат, чуваши наши. Преображает все куплено. На агентстве вот эти мясорубки, все мясное это. Все сковородки, которые все надо было необходимо. Без поддержки, наверное, было бы сложновато. На ладе тесный диалог бизнеса и власти помогают дни малого и среднего предпринимательства. На вопросы здесь отвечают ведущие эксперты и представители корпораций, которые оказывают господдержку субъектам МСП. Такая встреча прошла и в администрации Канаша. Желающих открыть свое дело в муниципалитете становится больше. Каждый год появляется новая программа в поддержке малого и среднего предпринимательства. Я думаю, что считаю, что предпринимателям выгодно знать наличие государственных программ поддержки бизнеса. Ручится гарантийного фонда, возмещение затрат на покупку нового оборудования. Но вот данному клиенту РФ также было озвучено, что она может возместить часть, подать заявку на возмещение, часть на покупку оборудования, потому что оборудование покупалось свежее, новое. Одна из эффективных мер поддержки малого бизнеса – льготные кредиты. В региональном филиале АПМБ, который является агентом правительства, предпринимателям готовы предоставить займы до 5 миллионов рублей под минимальные проценты. В январе-феврале этого года обратилось 4 вновь созданных предпринимателя, срок регистрации которой даже менее полугода. Но эти предприниматели в банках кредиты не получили бы, а у нас они сразу получают государственную поддержку. Проводим полный анализ бизнеса и на основании этого делаем выводы и оказываем государственную поддержку. Еще не было такого, чтобы новый предприниматель, которому мы выдали этот, развалил свой бизнес. Февраль в Сочи. Развитие малого и среднего бизнеса – ключевая тема инвестиционного форума. В ближайшие годы в рамках национального проекта необходимо упростить процедуру получения кредитов, приумножить объемы экспорта и сократить административные барьеры. То есть фактически заново выстроить систему обязательных требований. При помощи этой самой гильотины создать новый свод правил, по которым будут проводиться проверки. Это сделать нужно оперативно. В самое ближайшее время по каждому виду надзора будет подготовлена дорожная карта, поскольку мы живем в прежних условиях, в контрольных реалиях прошлого века, когда многочисленные проверяющие следят за соблюдением устаревших и избыточных требований, которые не обеспечивают ни исключение смертности, ни снижение травматизма, ни уменьшение других рисков. Вот эту ситуацию точно нужно переломить в ближайшее время. Чтобы поддержать инвестиционную активность в важнейших секторах экономики, подготовлен отраслевой раздел плана по ускорению темпа роста инвестиций. Я имею в виду инвестиции в основной капитал и повышение их до 25% в валовом внутреннем продукте. Российский инвестиционный форум дал старт масштабной работе. Предложения экспертов проанализируют в правительстве, чтобы в итоге подготовить законодательные акты. Власти республики вернулись из Сочи солидным пакетом подписанных документов и новыми контактами. Реализация инвестиционных проектов должна отразиться на развитии экономики региона. Это и есть главный итог работы чувашской делегации на полях форума. Количество предпринимателей в республике увеличивается. В рамках национального проекта в сфере МСП создадут еще 50 тысяч новых рабочих мест. Для поддержки бизнеса в трехлетнем бюджете заложена необходимая сумма. С этого года выросла и максимальная сумма микрозаймов до 5 миллионов рублей. Спрос на льготные кредиты большой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok